Цифра 4, да? Ну, по-моему, да. Ну, давайте, по-моему, уже до пятой дошли, но можно уже до четвертой, конечно. Повторение воспроизведения вновь и вновь, очевидно, заключает в себе два разных смысла. С одной стороны, это возвращение к одному и тому же, без перехода к чему-то иному, новому. То есть форма воспроизводит себя как причина содержания. Все время вот эта ситуация – раньше, раньше, раньше. Удерживает себя как причину становящегося содержания. В этом смысле всякое указывание ввод берется безотносительно, без связи с другим указыванием. И форма является одно-единственное ввод, взятая само по себе. То есть я делаю переход от воспроизведения к безотносительности. Одно-единственное ввод, все время, на самом деле, если мы возвращаемся к одному и тому же, то это одно и то же ввод, которое никак не соотносится с какими-то другими вводами. Я это называю отсутствием формы. Правильно это или нет, можно думать. А как может быть отсутствием формы? Мы говорим об аспекте. Об аспекте. О стороне. Стороной всегда является отсутствие формы. Может быть, потеря формы, а не отсутствие? Потери того, что сознание как бы теряет удержание формы. Форма-то никуда не может подкопить, а не может отсутствовать. Ну какая разница, потеря или отсутствие? Как вы говорили, когда форма… Отсутствие. когда форма настаивает на том что она 5 6 она должна как бы каждый раз воспроизводить саму себя как можно потерять себя просто в пасть вот в это как бы они бы непосредственно все вот еще этим самым потерять как возможность саму себя свидетельство это не отсутствие форма как мне кажется забыл бы слишком а скорее как бы потеря возможности себя свидетельствовать особенно мы и говорим что такое быть значит быть засвидетельствована форма сама себе свидетельствует что она есть когда она теряет возможно себя свидетельствует она как бы теряет что саму себя отсутствие формы смысле того что если форма себя не свидетельствует то и как бы нет быть и есть свидетельствует форма самой себе отсутствие свидетельствования себе есть небытие так как мы выводили Сознание себя причиной заключается в воспроизведении себя в качестве причины. У нас же было первое свидетельствование – это просто бытие. Форма свидетельствовала о самой себе, и это было бытие. Потом форма сознавала себя причиной, и свидетельствовала о том, что она есть нечто первичное. Надо разобрать все вот эти способы, какие формы соотносятся с собой. Первый способ – это бытие, когда форма свидетельствует о том, что она просто есть. А второе – о том, что она есть причина. Второе – о том, что она есть причина. Вот теперь, когда мы говорим о том, что одно вот, получается, что она как бы перестает свидетельствовать о самой себе как и причине. То есть она схватывает одно вот и теряет себя в этом вот. Потому что она должна каждый раз воспроизводить свое свидетельство о том, что она является причиной. А в одном вот она теряет знание о самой себе как и причине. Хорошо, это надо учесть. Одно простое вот не удерживает форму в качестве причины. Одно простое вот, если оно не воспроизводится как вот-вот-вот, а просто вот, то содержание как бы… То есть форма как бы перестает сознавать себя как причину, свидетельствует себя в качестве причины. Форма, как мы уже сказали, является не вот, а вот-вот-вот. А это предполагает, что с другой стороны мыслится переход от одного вот к другому вот. От указывания к указыванию. Это другая сторона – опыт. Одна сторона – возвращение к одному и тому же вот, где форма действительно теряет свое свидетельство себя в качестве причины. Потому что удержание себя причиной является именно вот-вот-вот. Только так удерживается форма в качестве причины. Сознание себя причиной заключается в воспроизведении себя в качестве причины. С другой стороны мыслится переход от одного вот к другому вот, от указывания к указыванию. Но то, на что вновь указывается, то есть новый конечный предмет, ничем не отличается от предыдущего. Поэтому мышление переход от одного указывания к другому форма мыслит иное точно такое же или следующее. То есть мысля-переход мы мыслим в следующее. Мысля-переход от вот-вот мы мыслим в следующее. Как только мысля-переход от вот-вот мы мыслим в новое вот как следующее. Математически следующее выражается в порядковом счете. Первый, второй и так далее. Где второй не означает больше, чем первый, а означает только следующее за первым. Мышление следующее – совершенно самостоятельный опыт сознания, который позволяет перейти от просто многого ко многому упорядоченному во времени. Здесь Влад замечал на прошлом занятии, что порядковый счет предполагает… Ну, на самом деле интересно. Второе, следующее за первым. Просто следующее. А когда мы переходим до второго к третьему, Влад заметил. Если переходим до второго к третьему, не возвращаемся ли мы в ситуации первого-второго? То есть просто следующий, 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 а вовсе не второй, третий, четвертый, пятый. Все время первый, второй. Говорим, было. Или все-таки это порядковый счет. Потому что третье не больше второго. Второе идет за первым. Третий идет за вторым. Но есть ли разница между отношением второго к первому и третьего к второму? Или это одно и то же? Тогда мы не имеем порядкового счета. Имеем все время только ситуацию предыдущей, следующей, предыдущей, следующей, предыдущей, следующей. Или все-таки это порядковый счет. То есть третий идет все-таки за вторым. А четвертое за третью. А четвертое за третью. Это не переход типа вот-вот. А переход вот-вот-вот-вот-вот. И вполне себе бесконечно. Не так ли? Да. Это означает, что как бы мы не называли, какие бы имена не давали этим вот, их точно не пара, их цепочка какая-то вот неопределенная. Ведь это полагание не происходит таким образом, что мы берем безотносительно некое вот. Потом мы понимаем, что на самом деле форма не просто вот, а вот-вот. И поэтому воспроизводим точно такое же вот. После чего опять это последнее воспроизведенное берем безотносительно. Опять понимаем, что форма в полноте своей это вот-вот. Переходим к следующему. То есть как бы здесь не с такими же остановками, по-моему, действие происходит. А уж если мы сознаем форму в данном случае, то эта форма вот-вот-вот-вот-вот-вот. Значит мы сознаем, что мы воспроизводим полагание следующее, следующее, следующее. Конечно же порядка, говорят, здесь как-то заложен. Просто надо его вывести. Не так же должно быть, что он сразу появился из ничего. Надо же обосновать, что он есть. Мы, конечно же, интуитивно видим, что это, конечно, есть некое движение в бесконечном ряду. Но не даже сразу сказать, что он просто появился и все. Надо как-то обосновать, как мы перешли от следующего к тому, что начали различать. Первый, второй, третий и так далее. Не падает, как мне кажется, обосновать. Смотри, мы в некотором роде ведь различаем. Мы понимаем, что это дискретный вот. Единственное, что я хочу сказать, что этот ряд дискретных вот, он не какой-то определенный, он не законченный. Он вот длится. И мы сознаём, что это длящееся воспроизведение дискретного года. Мы ещё посчитали, что это некого рода, можно сказать, да, первоначальность, что это некого рода время. Время, которое не считается, а которое просто длится. Не то время, которое в дискретном ряду. Так вот первое, второе, третье. А то время, которое просто длится, как длительность. Откуда взялась длительность? Вот из этого бесконечного ряда, что вот есть... Есть переход, вроде бы. Да, и тем не менее, как бы, что происходит просто? Каждый раз следующий. Понятно что каждый раз следующий иной, если посмотреть на это с внешней позиции. Надо обосновать как можно сделать так, чтобы каждый раз следующий был иным, а не тем же самым. Ведь когда мы говорили вот-вот, у нас было две развилки, одно мы говорили что тоже самое вот, а другое что иное. В чем то иное. Такая здесь развилка может быть то же самое следующее, а может быть следующее иное. вот надо обосновать как возникает иное следующее тогда уже понятно все как имплицитно присутствует весь ряд присутствует и счет присутствует мне кажется сразу сделать шагом маленького еще последование дело и вопрос только в том что на каком шаге это сделать как когда появляется порядка еще то есть может быть есть промежуточный шаг которую можно было бы назвать как форма следующий на уровне которого есть просто длящиеся ну я не знаю про длящиеся время но вот мы сейчас ведь в такой ситуации находимся когда у нас просто следующего с произведением следующего все что форма следующего и форма порядка у счет это одна и та же форма вопрос состоится это одна и та же форма или это разная форма порядком счете все-таки должно быть у каждого элемента свое как уникальное место там третье существенно то что он после первого и второго даже не важно то что он больше или не больше здесь у нас нет у нас здесь есть предыдущие и следующие в данном случае у нас есть цепочка но мы не знаем где она начинается берем вот элемент цепочки переход от одного к следующему потом мы можем знать что эта цепочка длинная скажем так бесконечно что здесь нет двух но у нас нет первого второго третьего здесь все-таки вообще начала нет она же есть бесконечности приходит бесконечно сухой просто бесконечный ряд то чтобы мыслить переход достаточно это и следующее математически можно было сказать так надо положить единицу для того чтобы было то есть положили единицу относительно этой единицы тогда все остальные выстроиться в ряд счет счетом все-таки как-то тоже какой-то накапливающийся результат скажем так который в принципе может когда-то закончится а тут же у нас бесконечное перечисление полагание единицы не хватает первого не единица первого не хватает полагания первого нужно его положить это первое из бесконечности приходит бесконечности уходит и все но почему это мешает тому чтобы ведь порядковый счет в самом деле не заключает в себе порядка нет уже заключается порядок ну третье тоже просто следующее после второго то есть отношения первого и второго какие синяя первого как вас перечивают то я уже назвать нет потому что ведь вот 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 какой из них первое да строго смысле слова нет вот это и следующие за не да настолько если это матом опять еще раз следующее еще раз следующее еще но такой же еще 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 1 когда слышу и 2 не совсем как место даже 1 2 3 тоже как бы следующий должен быть это думается что порядковый счет может быть следствием количественного счета нет на самом деле с точки зрения не математической как бы натуральный ряд это есть порядка еще лежит в основании всего остального все остальные арифметики так что математически как бы это более нечто более простой потому что количественные счеты нужно подразумевает порядка и на него опирается и самое что есть простое вообще натуральные это 1 2 натуральный ряд натуральным рядом но его можно понимать либо как количественный либо как порядковый почему ты думаешь что предполагается значит порядковый или это все то есть сначала ряд то потом на этом ряде и как бы какая-то функция организован например это количество количество это функция сначала есть как бы сущностью терять а потом возникает на ряду это какая-то функция количество складывание сложение там и считаем и прочее это все некий рода функция организованы уже на том что есть некого рода сущность а именно порядка порядка ну хорошо откуда как математика полагает откуда берется вот первый второй третий четвертый не один два три четыре а первый второй третий четвертый задается единицы и задается правило переход от одного от одного к следующему ну то есть уже собственно прибавление математики да ну вот я я это имею ввиду что понятие порядкового счета может быть следствием количественного счета на самом деле можно это не как прибавление рассмотрим может быть как раз смотрит как переход к следующему то есть как если просто к следующему то тогда ниоткуда взять не и ровно зрители смируются не есть первый смысле того что мы не начали карету не единице смысле количества единицы смысле как первых на которого начинают и есть остальные которые указаны какие над на каком этапе вам возникает а второй как тот у после первого третий как тот кто после первого и второго. Четвёртый, как тот, кто с первого, второго и третьего. То есть, как буквально задаётся счёт. Мы же как учимся считать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, такие учимся считать. По порядку. Нет. И когда считаем предметы, мы так и считаем. Берём этот ряд и считаем. Раз, два, три. Прямо по этому ряду. На каком стоит десятый? А значит, это значит... Нет. Это мы выучиваем язык, которым надо обозначать все эти замечательные абстракции. А мы-то сейчас находимся в ситуации, когда мы говорим о том, как получаются эти абстракции, как они формируются. Поэтому я бы сказал, что, скажем, в отличие от математики, вы можете выделить некое состояние ряда до того, как этот ряд приобретает свойства количественного или порядкового. Не, количественные порядки тоже, я считаю, разным. Одно дело ранг, да? Разные. Я и не говорю, что они одно и то же. Но просто всё равно этот ряд, о котором мы сейчас говорим, следующее, он как бы до того, как... До порядка еще можно говорить, да. Но всё-таки до порядка еще. Это совершенно точно до. А просто только в том, можно ли это считать... Ну да. Вот смотрите, есть ситуация множества. Вот, 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 вот. Это действительно бесконечность. Без начала и конца. форма производит себя, чтобы произвести вновь. Это просто множество. но в этом множестве мы выделяем два аспекта. Один аспект – это возвращение к одному и тому же, а другой аспект – это когда мыслится одно и мыслится переход. То есть, второе мыслится не так, как одно, а вместе с переходом. Первое не мыслится вместе с переходом. К первому мы не переходим, а ко второму мы переходим от первого. Когда есть ситуация исходная, вот-вот-вот, то в обе стороны. Так вот, получается, что вся эта состоит... Проблема в том, чтобы положить нечто первое. И тогда второй будет отличаться от первого в том смысле, что второй мыслится с переходом. Первое надо положить. В этом бесконечном ряде, без начала и без конца, надо положить нечто, как первое. То есть, как то, что не имеет перехода. И тогда второй будет как переход от первого, третий как будет переход от первого, второго, третьего. И тогда весь ряд выстроится. получается так, Олег Михайлович, что либо мы имеем общую ситуацию вот-вот-вот. Это некоторая неопределенная множественность, неорганизованная. У нее нет начала, у нее нет конца. В этой множественности мы понимаем два аспекта. изолированная ввод и воспроизведение этого ввод. То есть, как бы полагание ввод с отношением к предшествующему вводу. Да, это второй аспект. Ну, это то, что мы когда-то называли, вы когда-то называли плюс один. Вот эта форма уже и то есть плюс один. И, по-моему, это может показать, вы тем самым показываете, как возникает количественный счет. Нет. Вот нет. один аспект – это возвращение к одному и тому уже к изолированному вводу. Да. Второй аспект – ввод, затем переход к новому вводу. Затем переход к новому вводу. Да. И снова переход к новому вводу. Да. То есть каждый шаг опосредован переходом, кроме первого. То есть без больше, а пол – последующий? Да. Есть следующий, а есть больше. Мысль о переход – мы мыслим просто следующее. Но мыслим переход. А первое мы берем, полагаем, затем от него переходим. Потом снова переходим. То есть мыслить переход нельзя, не полагая начало счета? Видимо, да. Нет, ну… Вы правы, мы не полагаем на единицу. Точнее, первый. Первый, так. А как положить первый, так? Просто положить? Свободно? Ну, у меня получается так, да. «Вод», потом «Вод» в отношении к этому «Вод», и все. То есть первое не полагается как первое, но просто вот форма себя производит в качестве причины, и «Вод» производит. себя. При этом мышление нового «Вод» неотделимо от отношения к предыдущему. Хорошо. И это отношение просто следующий, не плюс один. Нет, 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 конечно, следующий. Просто следующий. Но меня смущает, тоже смущает Сашу, что первое при этом как-то не определено как первое. Ну да. У нас есть следующее, 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 следующее и так далее. А первого нет. Да. А вот если первого нет, еще нет. Порядкового. Порядкового. Порядкового еще должен возникнуть на то, как доположенное первое. Да, да. И сначала, от которого мы удаляемся. Да, да, да. И тогда все приобретает структуру, вот этот, да, порядок, как некую удаленность от первого. Ну хорошо, все равно получается то, как я подозревал, когда начинал свои реплики, что здесь имеется такой ряд, который еще не сопоставим с порядковым рядом в известном арифметике. Ну вот, предполагается, что есть некого рода просто ряд, как ты говоришь, от начала и конца, который не арифметический ряд, а просто, вот как я говорил, от некого рода ряд времени, да? Ну да. А потом следующий уже, который будет порядковым. Нет, потому что следующий, вот это тоже непорядковый счет, потому что единицы нет. Потому что первого нет. Вот как расположить единицу надо? Нет, а так оно все равно не первое, в том-то вся фишка-то. Есть второе, а первого нет. Ну как, может быть, второе без первого? Без понятия, но так получается. Есть только следующее, а первого, от которого началось, его нет. Ну, может быть, следующий не предполагает первое? Нет, оно да, оно не предполагает первое, но это я только хочу сказать следующее, что без предположения первого, без полагания первого, бессмысленно говорить о порядковом счете. Вот что. То есть второй, третий, четвертый – это ерунда, должен быть первый. А здесь первого не получается. Нет, это само собой. Вопрос в том, не означает ли мышление перехода автоматически все-таки полагание первого? Нет, а может быть, полагается не второй, как вы говорите все, а полагается сначала первого. Берется первый переход, потом второй переход, третий переход. Но это именно что переходы, а нам нужны не переходы, а то, между чем происходит переход. Не, ну как считается, год вот, год одно и то же, но каждый раз как бы новое. Так вот каждый раз новый год, то есть первый, новый год, второй, новый год. Можно единицу положить именно так. Не то, откуда переходим, а как первое положенное. Как первый переход. Вот в этом смысле? Первое – следующее, второе – следующее. множество. Первая абстракция является изолированная. Другой абстракцией является построение отношений предыдущего к последующему. Единицы нет. Есть ввод и отношение к нему со стороны нового ввода. Переход к новому вводу. Наоборот, только думаю. Я думаю, что у некого ввод, у полагаемого, у воспроизводимого ввод, есть отношение к предшествующему. То есть не от этого ввод к тому, что будет положено, а от полагаемого ввод к предшествующему. Что это ввод получено, как с переходом есть. То есть как бы новое ввод. То есть оно же должно относиться к тому, что было прежде, а не к тому, что будет. И с него начинается счет. То есть счет начинается не с них и единицы положено, а счет начинается с первым переходом к новому вводу. Да, именно так. Абстракция заключается в том, что мы мыслим переход. Либо одно и то же. Есть просто вот, 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 вот. Либо это одно и то же. Либо это переход к новому вводу. То есть счет начинается именно с отношения предыдущего и последующего. И не нужно в таком случае говорить о единице. Счет начинается с установления отношений предыдущего и последующего, последующего и предыдущего. Это как расчет. Это же не операция, это счет. Мы сразу обнаруживаем себя как бы в середине ряда, да? Не полагаем начало, а обнаружим, что у нас уже есть предшествующее. Да. Как нам сказали вот. Ну, в некотором смысле это же и правда, потому что то, о чем мы сейчас обсуждаем, это следующее, да? Это абстракция исходной ситуации вот, 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 вот. Которая вот. Ну, тут еще чего-то нет. Нет начала. Действительно, нет чего-то еще пока. И даже вот этот, никакой из этих выхваченных следующих нелепо делать первому. Угу. Получается так. Ну, если есть следующие и предыдущие, то почему это не счет? Потому что начала нет. Если мы сразу обнаружим какое-то предшествующее, то начала нет. Счет должен хотя бы иметь начало. То есть, смотрите, Олег Николаевич, а что тут, мне кажется, вот в этой, вот это следующее, это механизм, который задает порядковый счет. Но это не сам порядковый счет, потому что порядковый счет должен быть чем-то более определенным. Не просто следующее, а уже и там, где можно задать место в этом ряду. А для того, чтобы было место в этом ряду, должна быть какая-то точка отсчета. В противном случае это непорядковый счет. Но это, как бы, принцип создания порядкового счета. Нет, так не пойдет. Я почему-то знаю. Нет, порядок-то есть. Ты выделил, что это не тот счет, который в математике называется счетом порядка. Порядок-то же есть. Вот вопрос, есть ли порядок. Потому что если, условно говоря, новые, значит, есть вот, берем середины, единицу не обосновываем. Устанавливаем отношение последующего к предыдущему. И когда мы вновь устанавливаем отношение последующего к предыдущему, оно не возвращает нас к первому, последующему, предыдущему, а является новым отношением к последующему, или возвращает. если не возвращает то мы таки имеем последовательность возникает новое вот относится к второе новое а с какой стороны он должен возвращаться наша цель просто воспроизвести ситуацию скажем утверждение своей актуальности зачем он должен возвращать куда-то еще назад логически и следующий каждый раз восприслоть ситуация следующего мы же ситуацию вот можем восприняй 34 не двигаться дальше номера и следующее нам нужно иное следующее смотри когда происходит вот такой вот в такой ситуации следующее вот в этой полагая это следующее мы понимаем что перед ним находится тоже следующее другое но тоже следующее то есть которая соответственно находится в отношении с чем-то предшествующим зачем мне нужно это понимать для чего это нужно с какой стать мы воспроизводим себя и все в качестве актуального так тогда значит мы постоянно воспроизводим следующую пару просто вот которая берется без относительно и в паре потом воспроизведение следующее после чего опять это это следующее берется как безотносительное вот воспроизводится следующие вот так у тебя получается ситуация просто повторяется да мы каждый раз повторяем эту ситуацию либо у нас есть цепочка следующих и следующие должна быть тоже иными то есть каждое следующее должно быть иным вопрос сейчас в этом да вот как бы положенное следующее она проходит стадию безотносительного вот или она остается следующим в цепочке мы должны еще иметь ввиду что следующее мыслиться вместе с отношением к предыдущему то есть мыслить следующее и мыслить отношение к предыдущему это одно и то 5 5 5 цифр начинается если мы рассмотрим действие перехода или способ каким формам выпить его то обнаружим что переход и то к чему переход совершается то есть следующее не различаются на переход мыслиться как построение и причинение следующего и поэтому не отличается от самого следующего да то есть у нас переход следующего например ко второму мыслиться нами но мыслиться таким образом что мыслить переход ко второму и мыслить второе одно и то же мне кажется это показывает что вот верно вот это вот это построить ну да да если находится в отношении то не может вернуться мы не можем вернуться снова если отношение тождественно следующему отношение к предыдущему отношение следующего предыдущему тождественно следующим вот исходная точка отношение следующего предыдущему тождественно следующему то мы не можем снова как бы взять его как безотносиб, мне так кажется. Мы должны... Ну да, то есть выстраивается такая цепочечка, а не вот такая. Но если это так, если это так, то тогда получается, что у нас есть порядок. Нам не очень понятно, как обозначать вот эти вот следующие, какими именами, но в принципе они все в порядке. То есть это некоторая единая цепочка, каждый из моментов которых, ну как бы обладает вот своей координатой. И всё. А я первым иногда. А я первым нет. Случайно, я не понимаю, почему цепочка. Почему не воспроизводство одной и той же ситуации, отношение следующего к предыдущему. Ну просто предыдущим для вот этого следующего выступает предыдущее следующее. А мне кажется, надо опять построить развилку на новом, что следующее может быть с таким, что может быть то же самое следующее, как и слот, а может быть как переход и к иному следующему. Мы уже слот сделали такую развилку, может быть то же самое вор, а может переход к новому вор. Точно так же про следующее может быть то же самое следующее, и тогда это воспроизведение просто следования, следования, следования. А может переход к следующему, следующему. И вот когда будет переход к следующему, следующему, тогда возникнет порядковый этот счет. мне кажется это сделать и все это будет в рамках общей концепции должно быть не просто одно следование, а следующее от следующего то есть два следования должно быть, новое и следующее должно быть ну боюсь это чисто терминология, я не знаю конечно, но очень какая-то ситуация такая значит еще раз, следующее, мышление следующего совпадает с отношением к предыдущему это одно и то же, мыслить следующее, мыслить отношения к следующему к предыдущему это одно и то же мне кажется, что из этого следует, что новое следующее будет уже действительно еще одни еще здесь еще одним следующее одно следующее потом еще одно следующее потом еще одно следующее что надо и стол и слов еще но как бы цельность этой цепочки получается что они каждый стоит вот ну вот это следующее между этими двумя грубо говоря да но нигде-то между какими-то другими не дает все-таки порядка где был бы хотя бы 3 она мне кажется саша правильная должно быть 3 2 мне кажется недостаточно то есть следующие предыдущие достаточно должно быть еще еще 3 когда будет 3 тогда все устали такого тоже не совсем недостаточно одного перехода до нас надо два перехода сделать ну так вот пожалуйста сколько угодно они должны быть разными следующий след как доказать что следующее следующее это не воспроизводство этого следующего а новое как третье как вы доказать можно ты сам может быть воспроизводением исходного следующего как доказать что она есть третье для того чтобы получать 1 2 воспроизводится для того чтобы получилось каждый раз первое и второе нужно чтобы следующее переходила в форму безотносительного вот и это было бы условием для полагания следующего а этого не возникает потому что мышление следующего совпадает с мышлением отношения следующего предыдущего уже не можем поскольку у нас совпадает мышление следующего совпадает с мышь с отношением следующего предыдущего мы не можем следующие мысли как безотносительная вот да то есть же не можем просто она не может пасть в форму безотносительного вот поэтому это не воспроизведение первых двух а это последовательно в том случае быть уже без относительности задано первое сейчас утверждаете что на самом деле взять им любого из этого ряда автоматически 11 только в этом случае все остальное это приобретает порядок то что 2 3 тогда но он уже нас не таково она любое любое и поэтому следующие которые возникли на то что любое из ряда у нас нету как бы на начала любой из ряда любой из ряда и каждый раз только переход к следующему от предыдущего любой из ряда в любом месте можно начать можно забыть об этом какой-то время опять вспомнить уже не изменить сухой стороны это ведь и есть порядковый счет вот может быть первым анатолий а может быть первым ты да но только надо это утвердить как-то взять положитель что-то первым первым когда уже счет начали тут уже никуда не денешься да первый положил а все остальное уже автоматически только каждый раз так и так и получится ну да но тогда значит они безотносительное первое она уже первое есть она не просто безотносительных вышка вчера что вы берете берем какой-то безотносительный любой в ряду и все из этого вроде как лучше старе она не просто стал безотносительным любой дано стало первым взяв Если мы его взяли. Если мы берем любое безотносительное, это означает, что этот же относится к любому. То есть любой переход от одного к другому есть переход к следующему. Первым же выступает не безотносительное, а следующие. Нет, ты поймешь, что оно-то любое. Оно любое. Оно не определено, какое. Оно просто любое. И поэтому переход к следующему, и все. Оно любое. Нет фиксации, что именно вот это... Может быть, мы находимся в плену знакомых представлений. Поймите, если мы убрали вот и сказали, что форма является не вот, а вот-вот-вот, то скажите, какие у нас шансы найти единицу? Ну какие? Ерунда же. Единица – это вот. Если мы сказали, что вот не существует, то потом искать единицу вообще бессмысленно. Вы должны как-то иначе понять ситуацию. Найти единицу может быть в ситуации сложения – один на один. Получается, две единицы дают нам понятие единицы, а в счете их нет. Но отказавшись от формы «вот», мы, повторяю, полностью утратили всякую надежду на единицу. Потом начинать искать единицу, а где у нас единица? Давайте положим в единицу. А где же не в единицу, а в первом? Ну, в первом, какая разница? Единица – это… Это одно и то же. Нет, все это возникает по одной единице причины все эти разговоры. Мы пытаемся соотнести вот это построение следующее с порядковым счетом арифметическим. Вот, как бы, месяца сыр будет из-за этого. Игорь вылезал, да, действительно. Как перейти к тому математическому пониманию того, что такое порядковый счет? Может быть, в каком-то смысле и философского, и метафизического нам понятно, да? А в математическом, там, есть некое первое, второе, и мы сами используем эти первое, второе, да, для того, чтобы объяснить, что мы имеем в виду. Как к нему-то перейти? А чем плохо то, что счет, это устанавливает отношение между вторым и первым, как последующим и предыдущим, и все. И нет никакого первого, который бы… от которого бы велся отсчет. А в чем в ряде состоит тогда? В ряде два элемента, что ли, последующий и следующий, два элемента в ряде, да? Все. Нет, почему? А надо доказать, что их больше? Ну вот мы пытаемся, я говорю, что мышление следующего неотделимо совпадает полностью с мышлением отношения, следующего и предыдущего. Получался два у нас. Поэтому новое следующее уже не может быть повторением предыдущего. И вот это надо доказать, вот это там ПССР-бор состоит. Потому что у нас фактически поименованы только два, предыдущие и следующие. То есть у нас ряд состоит из двух. Да почему есть двух? Ну как бы есть предыдущие, есть следующие. Он не закрыт. Он не закрыт. Но точно так же и вот же можно воспроизвести одно и то же вот. Можно воспроизводить. Мы же не знаем, на самом деле, что мы делаем. Движемся по ряду или воспроизводим одно и то же следующее. Нет, все правильно. Мы же можем брать, взять одно и то же следующее и воспроизводить. Мы с этого начали. Вот, 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 вот. Это исходная ситуация, исходная мысль, которую мы дальше анализируем. И вычленяем в ней как бы два аспекта. Ну, кстати, я, между прочим, засомневался, что вот-вот-вот, а не просто вот-вот. Откуда треть этого сделать? Есть вот одно и то же, да? А есть вот-вот. А третье вот? Третье вот бесконечное, а не просто вот-вот. Ну, а откуда бесконечная теория сделать? Почему не может быть просто вот-вот? И потом опять к первому вот-вот. И опять к первому. Потому что... Это будет ведь следующее, это ведь следующее же будет. Но вряд ли не будет, а будет просто вот-вот. Потому что воспроизводится не вот, а воспроизводится форма, полагающая, причиняющая вот. Для того, чтобы ее воспроизводить, надо каждый раз новое вот, да? Но оно и будет второе. Вот-вот, второе вот. Да, это... Нет, подожди. Вот, если мы говорим так совсем предварительно, да? То там, конечно, вообще непонятно, что воспроизводится. Одно и то же самое вот, или какие-то другие вот, или... Нет, ну, Валик, ваше буду говорить. И мы перешли к тому, где воспроизводится вот-вот. А почему вот-вот-вот, а не вот-вот? Почему третье-то возникло? Потому что тебе нет другого способа, как удержать форму причиняющей, тем способом, чтобы причинять вот. Причиняются вновь и вновь. Да нет, причиняются вновь и вновь, так можно причинять вновь и вновь. Второе вот, а не первое. А не бесконечную цепочку. Замкнуться в двух год и каждый раз второй год причиняем. Нету цепочки-то бесконечной. Только с внешней позиции есть бесконечная цепочка. А с внутренней-то, на самом деле. Поначалу, когда мы понимаем, что нет нам шанса удержаться формой, как только воспроизводить вот, мы еще не можем говорить ни о каком ряде. Мы просто понимаем, что эта ситуация не имеет какой-то внешней границы. То есть я должен воспроизводить вот, 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 вот. Я понимаю. Просто вопрос о бесконечности мне встал. Откуда взялась бесконечность-то? Достаточно двух год, чтобы на самом деле... Да может быть это вообще одно и то же год. Не важно. Важно другое. Важно, что ты не можешь остановиться в воспроизведении. Вот это ты ясно понимаешь. И раз ты это понимаешь, то ты понимаешь, что это бесконечное воспроизведение вод. А дальше ты хочешь понять, что воспроизводится. Одно и то же вод? Два каких-то вод? Или что происходит? Вот, я как вам сказать, одно и то же вод. Это одна ситуация, да? Мы ее, как бы, проходим, потому что она чем-то нас не устраивает. И мы берем вторую ситуацию, где воспроизводится первая вод. И это как бы второй вод. Так ведь тут же уже возникло тот самый наш ряд, когда воспроизведено было новое вод. Ну, так и очень хорошо. Нет, суть-то в счет состоит. Откуда он вдруг взялся? Третий это вот откуда взялся? Возникло на самом деле второе новое вод и все. То есть второе как новое. А, я понимаю. А третий это откуда взялся? Не-не-не. Тут, по-моему, иначе. Каждый раз второе, понимаешь? Да, я понимаю. Потому что предыдущие и следующие действительно каждый раз второе. Никакого бесконечного ряда нет еще. Его надо родить. А то тут сразу родился бесконечный ряд и, конечно, сразу все возрастало. Нет, не родился бесконечный ряд. Вот смотри. Я просто вдумываюсь вот в этом воспроизведении вот-вот-вот-вот-вот. Не важно. Я понял, что я могу удержаться в качестве формы тем способом, что буду воспроизводить вот. Тут. Вы согласны? Да. Теперь. Я хочу понять, что на самом деле я делаю, когда воспроизвожу ввод. Я делаю что? Я воспроизвожу ввод в качестве некоторого изолированного, безотносительного ввода. Но это бы означало, что я исчезаю как причина. Потому что ввод в качестве изолированного ни в какой причине не нуждается. Не, ну теряется причина просто. Да. Причина себя как бы... Она воспроизвелась в виде потеряла. Да. Она как бы не узнает в этом вот себя в качестве причины. Да, именно так. Результат налицо и причина, что причина является формой, это неясно. Вот. Потеря. Прекрасно. Сознание. А все затевалось из-за того, чтобы удержать себя в качестве причины. Поэтому, я понимаю, что если мне и удается воспроизводить ввод, то это потому, что я изменяю то, что я воспроизвожу. Я воспроизвожу не просто ввод, я воспроизвожу следующее. Да. Вот, хороший разговор. Только следующее. Все. Никакого бесконечного ряда нет еще. Есть только следующее. Пока нет. Да. Есть следующее. Окей. Следующее ввод. Да? Нет. Это просто следующее. Вот, чтобы различать ввод и другую ситуацию. Ввод теперь будет обозначать безотносительное ввод, а следующее будет обозначать то полагаемое, в котором я удерживаю себя в качестве причины. Хорошо. Пускай это. Вот. Значит, я полагаю себя следующим. Да? Теперь ситуация повторяется. Опять, чтобы удержать в себе форму, надо положить это, следующее становится безотносительным. И мы заново полагаем следующее. А зачем ему становиться здесь безотносительным? Оно и есть безотносительное. Ничего подобного. Оно никак не пронумерованное, оно как бы ни к чему не относится. Оно висит в воздухе. Оно любое. Оно просто безотносительное любое ввод. А у него нет никакого отношения к чему-либо. Оно просто безотносительно с самого начала. Нет, нет. Оно уже в том-то и дело, что оно с отношением к предшествующему. К предшествующему. То есть это не просто некоторое ввод, а это ввод с хвостиком. Такое. И тогда уже нельзя его мыслить безотносительно. Никак не получается. А вот такую вот штуку с хвостом ты безотносительно просто не можешь мыслить. Потому что если ты ее мыслишь в качестве таковой, то ты мыслишь и то, с чем она относится. А хотел ее помыслить безотносительно. У тебя это просто не получается. И попытки мыслить такого рода следующее приводят к тому, что ты легко и без болезней. И безотносительно воспроизводишь их ряд какой-то. Что и требовалось. То есть просто попытки мыслить вот такого рода штуку приводят к тому, что ты ее заново, 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 заново. Одно за другой. То есть каждый раз следующее. Да. И они паразиты в цепочке. Просто потому, что они так устроены. И это без единицы. Вот это странно. И пугу странно. А откуда математики взяли единицу? Ну, что же взяли ее как-то? Взяли какой-то любой безотносительный? Ну, математики от Пифагора единица божественная. Пифагор взял единицу как устойчивую форму. Да нет. Ну, мы же тоже взяли какой-то первый безотносительный. Мы же его не поименовали единицы, но мы же его взяли. Да. Но видишь, вот это вот безотносительное вот, оно не является участником этой цепочки. Вот какая ерунда. Если бы оно стояло в начале... То есть мы считаем, на самом деле, получается, не вот, а мы считаем следующее? Да. То есть единицей счета являются, видимо, отношение следующее к предыдущему. Где следующее мыслится тождественным отношениям к предыдущему. Единицей счета являются отношения последующего к предыдущему. Это абстракция. Есть ли? То есть считается не вот, а следующую? Следующую. Сколько раз от следующих было, вот это как бы и есть структура, порядковая структура. Это абстракция множества. Три раза следующего, десять раз следующего. Есть реальный опыт множества, в котором есть один аспект. Возвращение к одному и тому же. Вот она, единица наша, искомая. Вот она. Но, к сожалению, она не будет снимать. Вот тебе единица к единице, без относительности. И она не часть ряда порядкового. Да, она не часть ряда, она сама по себе вот такая вот единица. На самом деле, наверное, на классическом языке, на языке Пифагора, наверное, это означало действительно эту самую божественную единицу, которую мы засунули в задницу и сказали, что это самостоятельный опыт, мне не бывало. Нечто не бывало. А единица божественная, потому что она сама по себе. А единица счета, пытаемся рассуждать так, по крайней мере, является отношение предыдущего к последующему, как абстракция от множества. А что еще может быть абстракция от множества, как отношение последующего к предыдущему? Если первой абстракцией является вот безотносительно изолированная вода. В античности ведь единицы – это не число. Первое число – это двое. Ну да. Да. Так что, Олег Гаучин, а подождите, я что-то подумал вдруг. А каков действительный опыт, как его теперь целиком, как мы можем перейти к действительному опыту? Не к абстракциям, потому что мы следующие – это ведь абстракция действительного опыта. А как теперь переописать этот действительный опыт? А не надо, вот эта абстракция является действительным опытом. Следующее – действительно следующее. Оно мыслится как неотделимое от отношения к предыдущему. Новое следующее мысли по отношению к первому следующему, которое неотделимо от отношения к предыдущему. Мы имеем вот этот опыт, просто опыт следующего. Опыт перехода. Действительным является опыт перехода. То есть мы либо вот-вот-вот мыслим как возвращение к одному и тому же, либо мыслим как переход к следующему. И второй опыт является живым. Переход, 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 переход. Следующий, следующий, следующий. Причем ведь в порядковом счете в самом деле третье просто идет за вторым, оно не больше. Там нет, как мне кажется, там нет настоящего порядка. Третье просто за вторым. Это очень трудно вдуматься, я тоже не претендую, что я вполне понимаю, но третье за вторым, четвертое за третьим и все. То есть нет там порядка. Третье, десятое не больше в каком-то смысле, оно просто за девят. И ничего там нет больше, вот никакого порядка там нет. Вот третье за вторым, что это значит, собственно говоря? Только то, что второе за первым. И все. Порядок дает количественный счет, действительно, да, растет. Отношение к первому и второму отличается от отношения третьего ко второму. Второго к третьему. Ну вот улицы, на улице дома стоят. Можно номера снять, но они все равно в порядке стоят каком-то. Может с одной стороны начать, с другой стороны начать, но тем не менее порядок же есть. Порядок определяется количественным счетом. Одно дело дом номер два, а другое дело дом номер один. О, порядок. Сначала один, потом два. Потому что два больше. А почему? Можно сказать один на краю, а другой там, следующий за тем, который на краю. Потом следующий за тем, который на краю. И следующий за тем, который на краю следующий. Вот так и так далее. Сколько следующих надо сделать, чтобы найти тот дом, который нужен от этого края? Вот вы сами проговариваете, сколько нужно сделать, то есть начинайте количественный счет, а в порядковом счете нет количества. Сколько нужно сделать, нельзя так поставить вопрос. Наверное. Но все-таки я дурился, что вот это нужно назвать именно порядком к счетам. Мне кажется, что идея мужественности получена таким образом, но не счет. Идея мужественности дает на лицо. И вот это все следующее отношение к следующему предыдущему. А счет счета тут не видно. Ну может быть, может быть, каждая попытка применить к реальности рассуждение, она не удается. Я попытался к первым философам, к Анаксиманту обратиться, не удалось назвать чувственным опытом. Опыт не получилось. Здесь тоже сварить на количественный счет, на порядковый счет это не получается. Раз нет начала, нет единицы, значит нет счета. Множественность есть, да, безусловно, а счета нет? Ну хорошо, множественность получила определение времени. Время-то есть. Причем именно время не в смысле возвращения опять к условно первому-второму, а именно время как бы вот как. Вот это вот как. Это последовательность как назвать. Как длительность. Как возникновение нового-нового. Нового, потом отношение новому к новому, потом отношение нового к новому. Да, и так далее, да. Каждый раз как рождение нового. Но это нормально, это мне… А, кстати, одно и то же вот, это как бы время остановилось, да? Ну вот это вот, мы оба-то… Да, 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 я понимаю. Да, время встало и исчезло, множность исчезла. Множность либо исчезает, либо получает значение длительности. Новое, потом новое по отношению к новому, новое по отношению к новому, новое по отношению к новому и… и все. Продолжение следует... Ну, хорошо, может быть, действительно так. То есть мы что, мы спасли последовательность, но не уберегли счета. Это все-таки не так, как Балат Молодец, он задал эту тему. Ну, вроде все хорошо получалось, никто ничего не заметил. А была тут повиска в пульток на загривке. То есть последовательность есть, а счета нет. Хотя меня по-прежнему смущает, что не находимся, где мы в плену... Ну, а в каком смысле Аристотелец забыл? Кому смущает это говорить, что первое число это два? Это интересно. Да, но заодно он все, кстати, беседует. Я просто забыл, когда-то я очень хорошо и ясно понимал эту... Харпф тоже это знает. Я как-то удивился, считая Харпфу, что он тоже считает, что первое число это два. Я просто попрыгнул. Сколько ума. Надо было в тюрьме родиться, чтобы такие вещи понимать. Или Аристотелем, или в тюрьме. Значит, не получается. Почему? В смысле, наверное, счета. Потому что первое это ничего-ничего. Число так счетное число. Всегда два. Ну, как вот и мы... Получается, то, как мы рассуждаем, собственно, в этом блоке, наверное, и присутствует эта тишина. Один это не счет. Ну, тогда вообще ничего не понятно. Надо подумать, вернуться и вспомнить, что... Что значит? А, ну, посмотреть, да. Да там не посмотреть, надо просто... Обоснование. Там у пифагорицы можно почитать. Держу эти. Там еще меньше текста. Ну, там есть какие-то и переложения. Там, правда, и Сотелевский, собственно, излагают для пифагорийцев. Ничего, кроме эпитета божественные, там, женские. Ну, если честно, я не помню, почему вот так тоже. Но вот, если так думаться, кроме как вот счет, да, потому что один это не счет, ничего не приходит к голову. Только два счета. А число вводится как? Как счет на единицы? Или как количество? То есть все зависит от того, как мы понимаем число. Число тоже можно понимать, это по-разному. В смысле счета тогда рассчитать можно только начиная со второго. Первое – это не счет. Ну, тогда мы возвращаемся к тому, что мы… Ну, надо посмотреть, я не помню. У меня в этом тексте, который Игорь сделал отдельной книжечкой, там об этом написано, только мне сейчас не вспомнить, что… Какой книжечкой? Ну, мне подарили три экземпляра, помните? Ага, «Онтология и формы», да. Да, «Онтология и формы», там есть это, когда-то я вполне понимал, что… Ага. Или забыл, что… А тогда можно тоже найти. Да, если у вас в тексте есть, да, посмотрите, мне тут немножко трудно, постараюсь, но… Слушай, Абулат, а есть какие-нибудь, наверняка же есть какие-нибудь работы по общим основаниям арифметики, общую… Есть, да, наверное. …потерпуганивать? Просто там посмотреть, там может быть что-то есть, какие-то понятия порядкового и различия порядкового и количественного счета, которые мы просто упускаем. Надо посмотреть, да. Ну, как-то интуитивно понятно. Ну… Ну… Да, причем они простые, работы тоже такие можно почитать, наверное. Не требуется знания математики. Ну… Единственное, можно сказать, что счет – это настолько фундаментальная процедура, что действительно на ней во многом покоится математика. во многом. Там, конечно, еще есть пространственные, всякие соотношения и прочее, но вот счет… Вообще еще как-то число появляется и прочее. И дальше там… Здесь действительно такое философское… Есть основания для философского рассуждения, действительно. Это не случайно. Счет – это не случайно вообще. Это фундаментально. Почему бы нет счета у какого-нибудь Гегеля, вот это непонятно. То есть, как они так проходят мимо, типа, а, это математика и все, что ли, так? Ну, у Гегеля есть философия математики, только я никогда ее не читал. Нет. А почему у него феноменологии или там, в логике нет счета? Почему у него настолько фундаментальная вещь вообще отсутствует? Ну, в большой логике – это количество там достаточно подробно разработано, потому что там, в принципе, можно найти аналог счета, и, может быть, даже вот этой нашей ситуации… Есть, да? Ну, да. Там… Ну, надо просто сильно перечитать. Ну, по крайней мере, для Канта так это просто было очевидно, да, один из вопросов, который толкнул критику чистого разума. Какого черта 5 плюс 7 – это 12? Поэтому он не мог игнорировать. Нет. В истории, в философии, пифагоризм уже, наверное, стоит на так серьезном месте. Платон, в итоге, там, в конце, там, стал пифагоризм, можно сказать, там, или неоплатоники, там, постоянно сидим. Единик – это единая или, там, единица и так далее. Ее вещи-то фундаментальные. А у листателя, например, я вообще на самом деле, у него есть как бы метафизика, все, что касается сущего, категорий и прочего. А есть отдельно какая-то критика математики. Просто целые, вот метафизики, первым, целые, целые, как бы, все, таким, таким тяжелым языком пласты о том, как, что там, как бы, в математике творится и что и почему. И он не может понять, например, числа это сущие или не сущие. Как с ними выйти? Что это такое? То есть, сущность, неправильно, числа – это сущности или не сущности? Что это такое? С одной стороны, вроде бы, там, ну, не только с числа, например, пространственные фигуры, да, там, ну, там, ну, большие числа. Что это такое? С одной стороны, они, вроде, не существуют, а с другой стороны, они, вроде, мы, вроде, все считаем, все, как бы, все присутствует. И у Платона есть отдельный математический объект. А, вот в книжке у вас отсылка к Аристотелю физика. Да, я по физике. Почему-то физика, надо перечитать. Физика именно, что два – это первое число. Наименьшее число взятое вообще есть двойка. Ну, вот в книге у вас сказано буквально так, следовательно, счет, строго говоря, начинается с установления отношений между двумя определенностями. но это уже в контексте n плюс 1, то есть уже в результате вот этого движения. Не получится ли у нас такой неоплатонизм? Потому что, действительно, фундаментальная вещь – это единица. Ее, как бы, не получается никак вывести. Да, она везде возникает, как будто бы она уже заранее есть. Какая-то посылка. Не, ну почему? В некотором роде же она не как чертик из коробочки, понятно, как возникает. Просто это не число. Вот это да. Как оно предшествует всем числам, как оно предшествует всем осуждениям? Ну, в качестве метафизического результата, но не предмета математики, не математического объекта, так скажем. А, у меня там рассуждение начинается с n плюс 1, да? Да, да. И n плюс 1 порождает порядковый счет. Вообще все по-другому. По-другому, да. Ну, во всяком случае, понятно, где листануть Аристотеля и подумать... То есть, может быть, сильно связано с двойкой, потому что порядковый... Потому что счет. Счет не может начаться с единицей, да? Потому что один – это не счет. Только с двойкой. Как возникло два, значит, уже счет пошел. Ну, что ты знаешь, тогда, может быть, мы ее ставим порядковый счет, ну, посмотрим. Хорошенько подумать. Потому что двойка мыслица неотделима от отношения к единице. Ну, да, понятно, да. Двойка мыслица так, что мышление отношения к единице и мыслить два, и мыслить отношения два к одному – это одно и то же. Это, вот, как бы, мне кажется, очевидно. Но, опять же, всю правду, что мы можем начать с любой середины в любом месте остановиться, это тоже как-то действительно... Да нет, можно новый этап задать. Великовесно. Может, новый этап задать. То есть, допустим, вот этот этап, да. Следующий этап, когда взяли какой-нибудь и положили его как одно, как единицу. Следующий этап взяли. Нет, положить не получится. У меня такое чувство, что должен быть этап рефлексии вот этой всей ситуации, и тогда уже можно получить соединиться с началом счета. Сначала что-то надо как-то задать, да. Что-то гораздо сложнее все-таки, чем просто взять и положить. Ну а что, получилось у нас время без счета. Нормально. Это даже интереснее. Ну да, такое течение. Многое упорядоченное во времени, но не... Такой образом не... Ничего, хотя бы что такое счет, остается большой загадкой. То есть можно сказать наоборот, что счет возможен только благодаря вот этому предварительному ряду длительности, да? Да. То есть есть некое основание для счета. То есть сначала должна быть некая, это вот эта длительность, да, или как бы ее назвать, там, множественность порядочного времени, а потом на основании него возникает уже счет. То есть как нечто другое, второе. А не так, как у нас получается, что сначала счет, а потом время, да? А все время фундаментально. Все. Ключ часов. Спасибо. Спасибо.